На верхнем участке улицы 22-го портсъезда продолжают масштабную реконструкцию. Работы ведутся в соответствии с техническими условиями. Здесь уже переустроили газопровод. Он запущен в работу. Закончили и переустройство канализации. Вдоль дороги прокладывают кабель системы освещения. Параллельно строится теплотрасса. Она почти готова. Осталось справиться задачами на трех водах в существующие сети. Достроят две камеры на новых водоводах холодного водоснабжения в районе дома номер 303. Много коммуникаций, которые достаточно значительно сменили локацию. Как то тысячная труба, 900-я, 800-я труба. Они все вынесены за пределы дороги. Они все пойдут вот здесь по газонной и по тротуарной части. Все сети, которые здесь попадают в зону благоустройства, в зону дороги, они либо вынесены по новой схеме, либо проложены в новом конструктиве. То есть под дорогой у нас полностью все трубы новые. Они все защищены гильзами защиты для того, чтобы нагрузка от дороги не повредила эти сети. Сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания дороги. Работы ведутся на отрезке протяженностью 280 метров. В дальнейшем над основанием устроят еще два слоя. Финишный будет из высокопрочного асфальтобетона. К его укладке планируют приступить в сентябре текущего года. Верхний слой покрытия у нас будет укладываться после установки всех бортов. Финишный слой. К этому моменту у нас уже все заезды должны быть готовы. Все съезды на парковке, все примыкания к существующим зданиям. То есть это финишный слой. Там необходимо сделать минимальное количество швов. А для того, чтобы обеспечить укладку с минимальным количеством швов, нам нужно, чтобы всем примыкания уже к этому моменту были готовы. Совокупная толщина всех слоев дороги составит 1 метр 19 сантиметров. Необходимо обеспечить максимальную надежность проезжей части. Предполагается, что после реконструкции дорога примет интенсивный автомобильный трафик. Все шансы есть увидеть к началу октября полностью все элементы дороги. Там будут доставляться ограждения, возможно доставляться знаки, но дорога уже будет читаться, она уже будет видна, она уже будет полностью готова. Всего сделают пять полос движения. Две в сторону Новосадовой, а в сторону Московского шоссе три. Из них одна дополнительная шириной 90 метров. Водителям не придется стоять в пробке и ждать своей очереди, чтобы повернуть или выехать на шоссе. Ой, как здорово. Не надо будет через Советскую армию, там где-то. Отходите все. По-моему, здорово. На нижнем участке почти все задачи выполнены. Ведется подключение освещения. Затем подключат светофоры и автоматизированную систему управления дорожного движения. Объект находится на постоянном контроле администрации Самары. Все работы должны завершить в январе 2025 года. Однако специалисты трудятся с опережением графика. Не исключено, что объект сдадут раньше срока. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, Валерий Майоров. События.